Всем привет! Мы покинули прелестную деревушку Лум и сейчас направляемся в сторону Гейрангера по таким вот восхитительным и впечатляющим горам. Пока еще все кажется очень романтично и не настолько драматично, но последствия драмы все-таки будет, когда мы увидим совсем меняющиеся пейзажи. Опять температура снижается до плюс пяти по таким вот местам. Для меня, конечно же, это было открытие, что, скажем так, в средней Норвегии могут быть такие температуры летом. Посмотрите, здесь озеро покрыто льдом в июле. Кругом снега, ветер и холод. Вот оно, царство вечного льда. В таких туманах рассекать по серпантинам еще то удовольствие, но мы благополучно выбрались из этой местности в сторону Гейрангера. И уже скоро к нему подъезжаем. Вот это уникальное место с высоты птичьего полета. Вообще Гейрангер либо Гейрангерфьорд фьорд в русском переводе считается одним из красивейших фьордов в мире. Как известно, фьорды существуют не только в Норвегии, но, например, в Новой Зеландии, в Чили, в Канаде, на Аляске, в России и в некоторых других странах, например, в той же самой Гренландии, Исландии. Но в Норвегии их огромное количество и часто они занимают первые строчки в рейтингах самых красивых фьордов в мире. И Гейрангер часто оказывается даже на первом месте по своей красоте. Мы сейчас с вами заглянем в шоколадный магазин именно из Гейрангера. И здесь подают очень интересные шоколадки либо конфеты со вкусом, например, морожки, либо брусники, черники. Кстати, шоколад был очень вкусный. Это норвежский рыбный суп. На удивление, в таком туристическом месте оказался очень хорошим, вкусным, я имею в виду. А сейчас хотела еще показать вам, что смотрите, там был маленький птенец чайки, поэтому чайки вместе без конца окружили. Сейчас мы направляемся к кораблю, на котором мы будем осматривать Гейрангер фьорд. Как видите, очередь внушительно. Представляете, все туристы, то есть туристы со всего мира приехали посмотреть на самый красивый фьорд. Ну и, конечно же, толпа очень разношерстная, многонациональная. А мы уже отправились. Поездка на таком вот кораблике вам обойдется на 1 час в 50 евро, а на 1,5 часа в 55 евро. Самые красивые водопады Гейрангер фьорд и всю его мощь можно увидеть как раз таки вот либо на кораблях, либо самостоятельно на каяках, либо еще бывают рипбоуты. Тоже очень популярны и по цене они даже дороже таких вот круизных корабликов. Кстати, в порту Гейрангера стоят круизные лайнеры, соответственно, людей еще намного больше. Такое ощущение, что когда ты пробирался по этим улочкам, что ты находишься, что ты одна из селедок в не такой уже большой бочке, потому что местечко на самом деле небольшое. Вот как раз таки был перед нами рипбоут, а сейчас мы видим один из первых водопадов во время нашей Гейрангер фьорд протягивается на 15 километров. У него очень мощные высокие горы и одна из них находится под постоянным контролем, потому что есть опасность оползня. Мы видим сейчас чудесный водопад, если не ошибаюсь, это «Семь сестер», уникальный водопад и часто фотографируемый, либо представляемый во многих фильмах, либо лиричных произведениях. Например, норвежцы выпустили фильм под названием «Волна», и он там тоже участвовал. «Волна» как раз таки фильм «Катастрофа». Что случится, если одна произойдет огромный оползень на одной из гор, которые спускаются во фьорд? Сколько жертв это может принести? На самом деле этот фильм не смотрела, но вот про него, конечно же, слышала. Ну все, прощай, Гейрангер, нам этого его хватило. Все, выехали из Гейрангера. Ну, ощущения какие, как сказать? Место очень красивое, действительно, объективно рассматривая с точки зрения вот именно красоты, но уж настолько много людей, поэтому вся изюминка этого места теряется. Но считается, что все-таки это место обязательно для посещения всех, для тех, кто хочет увидеть истинную, красивую, интересную, уникальную Норвегию. Сейчас мы на пароме и пересекаем другой фьорд, чтобы попасть вместе в местность под названием Вальдал, где мы проведем следующие три дня. Всем пока-пока и спасибо за просмотр.